Пожалуйста, уважайте. Я, в общем, вам всех приветствую, пожалуйста. Я видеоблогер, пожалуйста. Я видеоблогер Атамбуллайн. Я из Азербайджана. Ну, блогер мне много знают из нашей страны. Вы как димастрат. Скажите, пожалуйста. Вот. Весь мир... Пожалуйста, подождите, пожалуйста. Пожалуйста, подождите. Снимаем. Может, тоже с ними тоже снимаем. Давайте, давайте. Весь мир признал геноцидов азербайджанцев со стороны Армении. Ну, как это прекратится? Надо прекратить. Пожалуйста, пожалуйста, уважайте. Пожалуйста, прекратите. Умоляю вас. Прекратить надо эту войну. Нам эта война не надо. Мы хотим демократии. Мы хотим свою родину, землю. Освободите наши земли, пожалуйста, господин министр. Еще хочу сказать. Вы думаете... Пожалуйста. Он демократичный парень. Скажите, пожалуйста, да? Да. У Игра Малева 10 миллионов тоже герои. Как мы боремся к Ибрагиму, как Маймад Асадова. Нам надо мир. Надо... Да, да. Во-первых, я хочу консатировать, что вообще и в теории, и в практике невозможно представить, что армянин зашел в такое мероприятие... А зачем мы убегали? Зачем моего друга взяли? Позовите его сюда. Взяли наш телефон. У вас есть... Позовите его. Вы же демократ. Позовите моего друга. Вы же демократ. Позовите министра. Вы же министр. Позовите его, пожалуйста. Вы же демократ. А вы мне даете шанс, что я отсюда выйду? Я отсюда выйду безопасно, вы мне этот шанс даете? Да, да, я гарантирую вас, ваш, ваш... Позовите тогда этого человека. Позовите, пожалуйста, позовите тогда. Вот, позовите. Во-первых, давайте констатировать, что невозможно представить, что организм... Это все здесь хотят мир, мир, мир! Вы позвольте ответить на вопрос, да? Вы уже закончили, да, ваш вопрос? Вы, извините, вы закончили ваш вопрос? Нет, мой последний вопрос. Нет, нет, давайте сделайте паузу. Я хочу, я хочу вам это представить, Дильгамо, Шахпазу, что... Делайте паузу, делайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста. Делайте паузу, позвольте ответить на ваш вопрос. Я хочу констатировать, что это факт, что вы, азербайджанец, вошли в армянскую церковь, где находятся армяне, и вы задали вопрос премьер-министру Армении. Я хочу констатировать, что это невозможно представить, что армянин имел возможность зайти в мероприятие, навстречу, где участвует президент Азербайджана. Это во-первых. Во-вторых, вы сказали, что весь мир признал геноцид азербайджанцев. Это обыкновенная ложь, потому что даже бывший президент Азербайджана Аяз Мухалибов дал интервью газете, независимой газете российской. И это интервью есть. И сказал, что событие в Ходжалу организовала азербайджанская оппозиция, чтобы организовать изменение власти, переворот в Азербайджане. В-третьих, я предложил формулу мира президенту Ирхаму Алиму. Я сказал, что я первый лидер Армении, который заявил, что любое решение Нагорно-Карабахской проблемы должно быть приемлемо для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха, для народа Азербайджана. Я предлагаю, что президент Азербайджана сделал такое же заявление, потому что это главная формула и платформа для мира, для стабильности в нашем регионе. В-третьих, в 1988 году парламент, тогда назывался Верховный Совет, на автономной области Нагорного Карабаха, использовал свое законное право на самоопределение. И после этого власти Азербайджана предприняли силовые попытки, чтобы взять законные права у Верховного Совета Нагорного Карабаха. После этого, как Азербайджан объявил о своей независимости от Советского Союза, так и Нагорный Карабах заявил о своем независимости от Азербайджана. И как Азербайджан стал независимым государством, так и Нагорный Карабах стал независимым государством, законным. В-третьих, после этого Азербайджан начал агрессию против народа Нагорного Карабаха. Вот вы говорили про Шушу, а из Шуши ежедневно бомбили мирное население Степана Керта, ежедневно бомбили детей, бомбили женщин. И народ Нагорного Карабаха принял правильное решение, и он организовал самооборону. Я горжусь народом Нагорного Карабаха, что он сумел засидеть себя. И те агрессивные выпады, которые организовали азербайджанцы, они, та ситуация, они поняли, что нельзя говорить с силой, с народом Нагорного Карабаха. И я надеюсь, что были сделаны соответствующие выходы, и президент Азербайджана примет мое предложение и сделает заявление о том, что любое решение Нагорного Карабахского конфликта должно быть приемлемо для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха, Азербайджанцы, наши братья, освободите их, их ждут дома. Мы сейчас, мы сейчас, Карабах есть, Карабах есть, Азербайджан, это всегда Карабах нашим. Карабах есть всегда Азербайджанцы, все, я ушел. Спасибо вам. Без запаса, Без запаса, скажите. Да, 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 у вас есть практика. Да, да, да. Без запаса, неожидите.